Ребята, всем привет! Меня зовут Роман, вы на канале BitFuture и я снова безумно рад вас всех видеть, особенно тех, кто не забыл подписаться на канал, а также на канал в Телеграме. Сегодня мы рассмотрим небольшую, но важную тему о том, как правильно создавать, а главное пополнять большое число кошельков при выполнении активностей для возможного airdrop. Проблема заключается в том, что при распределении airdrop проект зачастую смотрит, с какими адресами взаимодействовал ваш кошелек и если будет выяснено, что у вас несколько кошельков и они связаны между собой транзакциями, то вы лишитесь соответственного airdrop на всех ваших кошельках. Есть такой сервис breadcrumbs, где можно бесплатно ввести любой ваш адрес и посмотреть, с какими адресами он взаимодействовал на входе и на выходе. И при желании можно расшарить дальше взаимодействие на уровень плюс 1, плюс 2 и так далее, просто выделив на транзакцию и нажав там, соответственно, кнопку expand вправо. Ну и вот такие красивые деревья транзакции при желании у вас могут получиться. Но прежде чем переходить к правильному пополнению кошельков, давайте сначала их создадим. Если нам нужно создать большое количество кошельков, я, например, пользуюсь сервисом CoinTool, он достаточно удобный. В нем есть раздел Batch Wallet Generate, пройдя в который мы можем выбрать любую сеть, в которой хотим создать кошельки. Например, выбираем Ethereum, выбираем количество кошельков, которые хотим создать. И обратите внимание, что он выдает предупреждение о том, что нам нужно отключить в целях безопасности соединение с интернетом. Иначе он нам на дальнейший шаг не пустит. Отключаем интернет и жмем далее. И через какое-то время наши адреса сгенерируются. И по кнопке экспорт их уже можно, соответственно, сразу в удобном Excel формате скачать. И вот в таком табличном виде они выгружаются. Здесь у нас укажен сам адрес, приватный ключ и сид фраза, которые просто в каждый Metamask копируем, вставляем. И ничего вручную делать не нужно. В этом же сервисе CoinTool есть возможность отправить токены с одного вашего главного аккаунта на бесконечное количество ваших субаккаунтов, созданных. Для этого заходим в раздел Token Multisender. Выбираем сеть, в которой хотим разослать токены. Здесь мы указываем, какой токен мы хотим отправить. Либо Ethereum, либо, соответственно, адрес указываем. И нам требуется ввести адреса кошельков и сумму через запятую, которую хотим на эти кошельки отправить. Чтобы все это быстро сделать, мы просто в отдельном листе Excel копируем все сгенерированные ранее этим же CoinTool адреса. В соседнем столбце через точку мы пишем количество токенов, в данном случае эфиры, которые хотим отправить. И в любом соседнем столбце пишем такую формулу, чтобы эти значения объединить. Равно значение из первого столбца, потом значок Andesante, Shift 7. Далее кавычки открываются, и знак, получается разделитель, в данном случае у нас запятая, кавычки закрываются. Дальше снова значок Andesante, Shift 7. И значение из второго столбца. Все у нас получается в нужном формате нам число. Растягиваем его, копируем и вставляем уже в CoinTool. Последнюю строчку удаляем, нажимаем Next, пустую. Он нам посчитает количество эфира к отправке, и дальше нажимаем Next и подтверждаем транзакцию. Таким образом, по сути, за счет одной транзакции все наши средства распределятся на большое количество кошельков. И есть точно такой же сервис Dispers.up. По сути, все делает то же самое, просто немножко в другом формате. Эфир или любой другой токен, просто значение вот этих адреса и значение суммы к отправке немножко в другом формате. Сразу скажу, что данный метод не является 100% идеальным, потому что если мы посмотрим в дерево транзакций, данные адреса Dispers и CoinTool, они всем известны и подсвечиваются. Если проект увидит, что вы пополняли с этих адресов, возможно, аирдропа вы лишитесь. До конца нет понимания, отсеивают по этому критерию, не отсеивают. Были, на моем случае, примеры, когда эти все операции проходили спокойно, и никто по этому критерию не отсеивал. Но, кто любит перестраховаться, есть, конечно же, другие, более безопасные способы пополнения, но они немножко более трудоемкие. Это, собственно, пополнение через мост, либо через биржу. Давайте их оба рассмотрим. И говоря про возможность пополнения с биржи, нам важно выбрать такую, чтобы у нее была возможность создавать в том числе большое количество адресов для пополнения. Так как, когда мы с наших, условно, 100 аккаунтов после проделывания всех активностей будем деньги собирать обратно, нам нужно их собирать на индивидуально независимые адреса, чтобы они также не были связаны между собой. И в этом плане биржа OKEX, кому как больше нравится, она сейчас является наиболее оптимальной, потому что позволяет создать до 120 адресов для пополнения разных. Аккаунт биржи можно купить на OTC, где-то там долларов за 8-10. Поэтому, в принципе, доступен на каждом. Чтобы пополнить и создать адреса, заходим в раздел активы, пополнить. Сразу скажу, что не пытайтесь сматриваться тут в мои данные. Это абсолютно левый сейчас я аккаунт создал, и его никогда использовать больше не буду. Чисто для вас взял. Выбираем валюту, например, эфир, который будем собирать с кошельков. Кошелек ERC20. Нажимаем продолжить. И вот здесь нажимаем в поле адреса на вот этого человечка. И здесь мы можем создать путем кнопки «Добавить адрес» до 20 независимых адресов. Дальше все эти адреса записываем в табличку напротив своего каждого аккаунта. И при выводе средств каждый аккаунт выводим на свой отдельный адрес. А пополняются они уже с общего адреса биржи OKIX. И, грубо говоря, уже никакого подозрения не вызывают, так как все кошельки пополняются с одного и того же адреса кошелька самой биржи OKIX. Или OKEX, кому как больше нравится. В чем здесь еще фишка? Мы можем создать 20 адресов для пополнения, а также потом зайти в раздел «Аккаунты», нажать «Сменить аккаунты», перейти к суп-аккаунту. И нажимаем «Создать суп-аккаунт». Придумываем название, пароль, выбираем в разделе «Аккаунт» стандартный суп-аккаунт. Важно не забыть поставить вот здесь галочку на возможность внесения средств. И потом, видимо, нажимаем вот сюда «Отправить». Если у нас 2FA включена, то требуется еще ее подтверждение. Так, аккаунт у нас создался. Дальше вот здесь в разделе «Настройки» включаем кнопку «Включить смену аккаунта». И дальше получается при входе в главное меню «Сменить аккаунт» здесь у нас будет возможность переключиться на данный суп-аккаунт. И в разделе «Мои активы» создать, соответственно, еще адреса для пополнения. Нажимаем «Пополнить». Также выбираем «Сеть», нажимаем на этого «Человечка». И также можно создать еще до 20 адресов на суп-аккаунте. И таких суп-аккаунтов можно создать до 5 штук. Итого у вас будет до 120 адресов для пополнения. В принципе, сейчас это один из приоритетных вариантов использования. Ну, собственно, почти большинство мультиаккаунтеров. Следующим относительно безопасным способом пополнения кошельков является пополнение через мосты. Например, мост ВИА, либо Banjo Exchange. Мне, например, больше нравится. Здесь особенность в том, что мы можем выбрать сеть, из какой в какую перекидываем токены. Можем выбрать валюту, которую отправляем. Валюту, которую получаем. Они могут отличаться. Можем поставить тумблер для того, чтобы дополнительно к отправляемой валюте в адресе получения докинуть эфир в этой сети. Например, если отправляем USDC, а в сети Оптимизме на кошельке получателя нет эфира для дальнейшей отправки, то можно этот рычажок включить, и тогда дополнительно отправится еще небольшая часть эфира. И дальше в адресе получателя можно поставить другой адрес, по сути, любой, и ввести один из наших 100 условных адресов для пополнения. И в правой части, соответственно, у нас есть возможность выбрать мосты, через которые мы хотим перекидывать. Видим примерно, сколько мы получим. Вот так эти транзакции будут выглядеть на дереве транзакций. Например, вот эти две входящие транзакции получены от предыдущего аккаунта через мост со сменой сети и адреса получения. И дальше с адреса получения они отправлены уже на следующий аккаунт, также со сменой сети и конечного адреса. Как мы видим, адреса входящие и исходящие у мостов различные, и связи между ними практически никакой. Почему говорю практически? Потому что если все-таки заморочиться и в метамаске провалиться в хэш исходящей транзакции через мост, которая у нас ушла вот так. Для примера, вот открыл совершенно другую транзакцию, но по сути такая же по природе. И провалиться в input data, то вот здесь можно распознать адрес получения, который изначально был указан на мосте. Единственное, что он написан немножко криво, в том плане, что вот здесь 0, после 0 надо вставлять x, и дальше вот это идет уже окончание этого адреса. То есть 0x, ad, 0, 4, 7 и так далее. Насколько сложно это программно сделать, чтобы вот этот адрес здесь распознавался и вычленялся? Ну, мне сложно сказать. И насколько проекты, которые отслеживают и начисляют airdrop, будут заморачиваться тем, что из всех входящих транзакций будут вычленять входящие адреса от мостов и дальше проваливаться в них и в input data вычленять изначальные, да, адреса отправления? Ну, я не знаю. Мне кажется, что здесь риск крайне мал, и скорее это безопасно, чем нет. Еще более безопасным способом пополнения, пожалуй, является только пополнение через миксеры типа Tornado Cash либо ZK Money, которые недавно запустились на платформе Aztek. И в принципе погонять деньги через них можно в надежде в основном на получение airdrop от самого Aztek. Но ключевой минус это то, что они переводят только в эфире и, ну, грубо говоря, на комиссиях вы там угорите достаточно существенно. А принцип работы здесь у них общий, то, что вы кидаете деньги в пул, а потом другой адрес, зная специальный тикет, запрашивает эти средства из пула. Действительно анонимность достигается, но здесь ключевой риск в том, что если в этот пул попадут какие-то грязные либо серые деньги, потом ваши адреса могут также быть помечены как скомпрометированные либо подозрительные. Еще многие каналы советуют такое приложение, как Umbra, которое позиционирует себя как EVM-решение для безопасных анонимных транзакций. Но здесь суть в следующем, что при обычных прямых транзакциях, ну, вот здесь история на картинке понятная, в проекте Umbra что предлагается? То есть контракт генерирует отдельный адрес, когда некая там Алиса отправляет средства на контракт. Этот контракт отправляет средства на случайно сгенерированный нулевой адрес, ключи от которого имеет только получатель Боб. И дальше Боб говорит этому контракту, куда ему направить с этого снова сгенерированного адреса средства Алисины. Либо на биржу, на кошелек Боба на биржу, либо на какой-то левый вообще другой третий адрес. То есть, по сути, действительно, Боб как бы не светит никакие свои собственные горячие кошельки, а просто говорит контракту, куда деньги Алисы переслать. По сути, это равноценно тому, что Боб создает просто кошелек-прокладку. И, как и любой кошелек-прокладку, в принципе, средства при мультиакинге здесь вычисляются гораздо быстрее, и в блокчейне они напрямую вычислят. Если, соответственно, проект захочет, то он отследит все вот эти транзакции от конечного адреса точно так же через этот контракт. В этот контракт напрямую по хэшу транзакции видно, кто его пополнил, и точно так же на Алису выходятся. И основное преимущество этого проекта Умбра заключается в том, что если кто-то, например, собирает донаты, и этих адресов очень много, их там тысячи, то здесь можно через этот контракт ему автоматически сгенерировать эти тысячи отдельных нулевых адресов. Каждый будет их пополнять, независимо, каждый свой индивидуально. А в конце Боб скажет, что все средства с контракта, контракт будет добр, переведи на биржу, грубо говоря, на мой адрес. И тогда любой, кто хочет посмотреть из этих тысячи отправителей, там, донатов, они в лучшем случае смогут досмотреть только до биржи. Ну а биржа уже, если в нужной юрисдикции, то Боб может быть спокоен за то, что на него здесь уже никто не выйдет. Таким образом, использовать Умбру мы не рекомендуем, использовать миксеры мы также не рекомендуем. Наиболее оптимальным остается использование именно биржевых кошельков. Вот здесь последний, четвертый, это как раз таки биржевой кошелек. И давайте его раскроем. Как мы видим, здесь очень много внутри биржевых транзакций. Выходов на первоначальные кошельки нет. Если же раскрыть кошельки мостов, то здесь точно так же тысяча транзакций. Но, как я говорил ранее, выйти на нашу первоначальную достаточно сложно. Это надо проваливаться в хэш, в инпут дату. Там пытаться как-то вычленять этот кошелек, который еще и в другой сети пополнялся. И, скорее всего, проекты этим заниматься не будут. Не 100%, но я считаю, что это относительно безопасный способ остается. Если вы знаете какие-то иные варианты пополнения, обязательно пишите в комментариях. Мы их рассмотрим, но, скорее всего, уже будем обозревать в нашем телеграм-канале. Поэтому подписывайтесь и на телеграм, и на ютуб. Всех был рад видеть. Всем удачи. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok